Открытый диалог с молодежью. Михаил Игнатьев встретился со студентами Чувашского государственного университета. Это уже третий вуз, который посещает глава республики. До этого он ответил на вопросы студентов педагогического университета и сельхозакадемии. Встреча в ЧГУ началась со знакомства с учебным процессом. Здравствуйте. Сами не нужны директоры. Здравствуйте. В этой специализированной аудитории финансисты и экономисты изучают технологии будущего, общаются с бизнес-тренерами и участвуют в мастер-классах. Кабинет открыли на базе ЧГУ в конце прошлого года. Чуть раньше появился бизнес-инкубатор. Место как раз для диалога за круглым столом. Университет очень динамично развивается. Эффективный университет и федеральный центр, и федеральное министерство науки смотрит на вас очень внимательно, отслеживает все результаты научной деятельности, образовательной деятельности, для того, чтобы, если где-то какие-то проекты новые появляются, чтобы лучшие практики были внедрены. И уже сейчас есть научные достижения, которые отмечены федеральными и республиканскими грантами. Доцент химико-фармацевтического факультета Анастасия Алексеева вместе с группой ученых работает над синтезом современных новых материалов на основе органических структур. В быту и в промышленности они широко используются, поскольку обладают красящими свойствами, то есть выступают в роли красителей, и могут быть использованы в качестве органических материалов при создании солнечных батарей. Результаты этих исследований в перспективе могут заинтересовать завод Хивил, который производит в Чувашии солнечные батареи. Вообще ВУЗ сотрудничает с крупными предприятиями города, готовя молодые кадры, например, для электроаппаратного завода. Развито здесь и олимпиадное движение. У нас действует Центр по работе с одаренной молодежью, он мне помог съездить как раз на заключительные этапы, вот за это ему большое спасибо. И вообще помогает тем, кто хочет и тренироваться к олимпиадам, и участвовать в них. Надеюсь, что он будет развиваться дальше. Волонтеры в этом году будут участвовать в Параде Победы в Москве. Активность позволяет студентам выезжать на форумы, где они общаются со сверстниками из других регионов и сравнивают молодежную политику. С нами делились наши друзья своим опытом. Они сказали, что у них есть, например, льготные ипотеки для молодых врачей, учителей и молодых ученых. То есть у них снижена 1% ставка по кредитам, снижена первоначальная стоимость взнос в квартиру. И вот хотелось бы спросить, а нет ли возможности ввести вот такой момент поощрения для наших активистов, нашей молодежной политики. Глава Чувашии пояснил, что в нашей республике действуют другие формы поддержки, которые имеют такую же направленность. Земский учитель с 1 НР миллион будет получать, семский врач получает, земский фельдшер 500 тысяч получает. То есть это тоже безвозмездно. Единственное, сейчас еще до конца решение принято. Долго спорили, была программа прекрасного и устойчивого развития сельских территорий. Но сейчас президент принял решение, будет не ведомственная программа, а государственная программа по комплексному развитию сельских территорий. И там практически 70% любому специалисту безвозмездно деньги выделяет или на приобретение квартир, или на строительство жилья. Земельный участок тоже не очень. В полтора часа студенты задавали вопросы главе Чувашии, высказывали свои идеи. А в завершении встречи вручили фирменный бомбер и совенка Ульяну, игрушечный символ ЧГУ. Ирина Волкова, Валерий Резюков, Республика.